Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Давайте начнем, наверное, с самолета, вот с этого инцидента, который произошел в Сирии, потому что вокруг него очень много версий всевозможных и суждений. Да, безусловно, самым ярким, громким, скандальным событием в последние недели в окрытии в Сирии, это, конечно, была атака израильских ВВС по иранским целям в Сирии и гибель российского разведсамолета с 15-ю людьми, что стал бойцами на борту. Но здесь, в общем, прежде чем начать говорить о самой ситуации, нужно, может быть, сделать небольшое отступление и сказать, что вообще в последнее время, отступив от своей прежней практики, когда Израиль не отрицал, но и не подтверждал факт своих атак на территории Сирии, и в последнее время Израиль, в общем, совершенно открыто сказал, что только за последние 18 месяцев он 200 раз атаковал на территории Сирии, подчеркнув, что речь шла всегда о иранских объектах. Тут, в общем, как бы все начиналось для Ирана очень хорошо, то есть еще недавно все, с его точки зрения, шло по плану. Исламское государство, ИГИЛ, разворошил Сирию и Иран. В каком-то смысле у Ирана еще несколько, пару лет назад план был во многом похож, может быть, просто даже списан с плана, когда-то сталинского плана по захвату Европы. То есть Сталин, как мы сегодня знаем, поддерживал и поднимал Гитлера, рассматривая исключительно как вот того, кто придет, разрушит всю Старую Европу, а потом придет Сталин как бы с освобождением и подомнет ее под себя. Мы знаем, что все потом пошло несколько не так, как Сталин рассчитывал. И у Ирана, в общем, ситуация на Ближнем Востоке тоже в итоге сложилась совершенно иначе. Но вначале все было хорошо. Действительно, исламское государство разрушило Ирак, разрушило Сирию. Иран стал восприниматься как стабилизирующий фактор. Обама поддерживал его и политически, и финансово, передавая наличные, как мы помним, целыми самолетами. И, по сути дела, Иран стал говорить о том, что, в общем, от Пакистана до Ливана это все его пространство, его жизненное пространство. И денег у него было достаточно, чтобы кормить всевозможные шиитские милиции. И даже война в Сирии, в общем, там появилась Россия в какой-то момент, но Россию интересовала только прибрежная полоса, то есть Аса, Далавиты, прибрежная полоса, несколько баз, которые Россия там хотела закрепить. И, в общем, Ирану они как бы даже особенно не мешали. Потом, конечно, пришел Трамп и все испортил. Он отжал всю восточную Сирию с помощью курдов и фактически отрезал Иран от Средиземноморского побережья. А потом еще стал давить санкциями. Но Иран продолжает по инерции переть, потому что, в общем, тут отступать уже как бы ему некуда. То есть если он отступит, понятно, что стоит Ирану сейчас начать сворачивать свою экспансию, как, в общем, все у него пойдет наперекосяк, все рассыпется. И они пытаются еще дожать из последних сил, продолжая свои, так сказать, попытки как-то закрепиться. Поскольку сухопутных путей у него уже из Ирака в Сирию нет, поскольку там американцы все перекрыли, иранцы привозят на самолетах все, что они могут привезти, оружие, боеприпасы, какую-то технику и финансы прибрасывают на самолетах в Сирию, и создают там свои базы. Ну, а Израиль их бомбит, и, как мы уже сказали, практически не скрывается. Россия держит в этом смысле, держала нейтралитет, и держит нейтралитет, забегая вперед, скажем, что она продолжает соблюдать вот эти вот договоренности с Израилем. Когда Израиль еще, в тот момент, когда Россия только появилась в Сирии, Натаниал, мы помним, полетел в Москву, и у них состоялся разговор, о чем говорили два этих лидера, мы не знаем, но можно представить себе, что речь примерно была такая. Натаниал спросил, что Путин хочет. Путин сказал, что ему нужны базы на Преседневной море. Натаниал сказал, хорошо, нас интересует спокойствие на наших границах, чтобы Ирана там не было. К Ассаду мы больших претензий не имеем. Если Ассад сидит спокойно и ходит под тобой, мы с этим согласны, поэтому договоримся так. Мы не трогаем Ассада, а ты закрываешь глаза и не мешаешь нам бобить иранцев. И, в общем-то, эти соглашения так и продолжаются до сих пор. И вот мы, в общем, тут надо заметить еще, что Россия, как бы с одной стороны, считает, что Россия и Иран союзники, с другой стороны, мы не раз говорили об этом, Россия и Иран в Сирии, они в каком-то смысле конкуренты. И Россия, в общем, совсем не против, чтобы Израиль щипал Иран, таким образом ослаблял иранские позиции в Сирии, и Ассад оставался как бы в большей степени зависим от России, а не от России и Ирана тоже. Вот так или иначе, вот в мае только Израиль за раз, за одну ночь, атаковал 50 иранских целей, и у Ирана копится обида. Но ответить ему нечем, потому что все зубы выбиты. Если раньше у него еще были какие-то ракетные позиции, которыми он мог угрожать, по крайней мере, Израилю, понимая, что это приведет к эскалации, но хоть как-то, то потом, вот после майских событий, у него, в общем-то, ничего такого не осталось. Но они продолжают вот это свое, наращивание своего, накопление своего потенциала. И они придумали, с их точки зрения, совершенно безпроигрышную ситуацию, вин-вин такую ситуацию. Они стали, свои склады для Хизбалы, и завод по переработке старых ракет, точнее, не переработке, а оснащении старых ракет точными системами наведения, то есть превращая гораздо более грозное оружие, они этот завод и эти склады развернули прямо под боком у русских баз. Считая, что, в общем, это беспроигрышный вариант, поскольку израильтяне будут, окажутся в дилемме. Либо им туда вообще не стоит лезть, и тогда иранцы прикрыты, либо они туда полезут, ну и, конечно, скорее всего, столкнутся с российскими ПВО, потому что и дальше уже, так сказать, по-любому для иранцев будет хороший исход. И, как обычно, Израиль сумел переиграть своих врагов, проведя совершенно изящную, блестящую атаку накануне судного дня, накануне емкий порк, когда самолеты, видимо, на очень небольшой высоте, то есть сверхнизких высотах, они зашли со стороны моря, отбомбили иранские цели, так что, в общем, со спутников, мы видели эти фотографии, со спутниковой съемки видно, что ничего там не осталось от этих заводов и складов, то есть все, что нужно было, уничтожили. Российские позиции не затронули, естественно, потому что израильское оружие точное, и ушли. И дальше начинается некоторое, так сказать, то, что называют в современном русском языке, непонятно. После того, как состоялась израильская атака, Россия заявила, что у нее пропал самолет. Пропал разведывательный самолет Ил-20 с 15 людьми на борту, и через какое-то время заявили, что Израиль виноват. Не то, чтобы Россия сказала, что Израиль подбил этот самолет, а начали говорить о том, что, мол, вот Израиль так как бы из-за спины этого самолета, израильские самолеты повылетали, вот, и сирийские зенитчики, сирийские ПВО, когда хотели попасть по израильтянам, попали по российскому самолету. Вот, это все очень напоминало, есть такой известный анекдот, Вася, ты зачем окно разбил? Это не я, это Изя. Как Изя? Я в него камнем кидал, а он пригнулся. Вот, как бы в таком ключе все это и подавал. Понятно, что все это было чушь, потому что сегодня, как бы, задним числом, мы знаем, что, со слов экспертов, которые понимают в этой ситуации, что не могут самолеты Ф-16, идущие на другой высоте, на другой скорости, прикрыться для радаров тихоходным, с их точки зрения, Ил-20, у которого, да, большая, он, как бы, гораздо лучше заметен на радарах, но это не значит, что они могут в его тени, как бы, проскочить куда-то. Это абсолютно, абсолютный нонсенс. Но российским военным, которые потеряли свой самолет, а этот самолет действительно был уничтожен, и нашли останки этого самолета, люди действительно погибли, признаться, что это, в общем, был какой-то их, какой-то их, какой-то их просчет, им было стыдно. Поэтому они стали нести разную глупость, и, как бы, это была очень бессмысленная, очень нелепая попытка, потому что, как вот в книге «12 стульев» все ходы записаны. То есть Израиль — это современная страна с современной армией. И здесь любое действие, тем более действие ВВС, очень четко и жестко протоколируется. В США, кстати, то же самое. Поэтому не просто есть борт-дневник, где летчик записывает ручкой, когда он вылетел, когда прилетел. Нет, есть компьютерные системы, которые фиксируют все, что происходит. И поэтому можно говорить все, что угодно, но потом мы берем эти все записи, и мы понимаем, как было на самом деле. И вот выясняется, что израильские самолеты отбомбили свои цели еще где-то в 10 часов. В самом начале 11-го они уже улетели. В это время российский самолет «Ил» был вообще в другой части Сирии. Он был над Идлибом, над тем районом, который сейчас прикрыл, подмял под себя Эрдоган, где скопилось огромное количество сунницких повстанцев, и Эрдоган договорился с Россией, что этот район пока не трогают. Асада вообще никто не спрашивал. И как бы там такая ситуация непонятная. Пока Россия находится в Сирии, повстанцы сунницкие сидят тихо. Если вдруг Россия уйдет из Сирии, то эти повстанцы, конечно, опять полезут на Асада, опять начнется какая-то война. Но пока суть до дела, вроде все тихо. Российский самолет разведывательный летал там. И тут услышали стрельбу. Ему сказали лететь, посмотреть, что происходит. Ну так, по крайней мере, если переводить с военного языка на более простой. Пока он летел, напомню, он тихоходный, прилетел он уже где-то в районе 11 часов. Стал заходить на посадку, и тут сирийцы-то его и подбили. Спрашивается, что делали сирийцы на протяжении почти 40 минут. Они палили во все стороны. Ну, собственно, мы даже не знаем, были ли это сирийцы, или это были российские же расчеты, то есть ПВО российские, ракеты российские. Кто сидел там и нажимал на клавиши, как вот те самые обезьяны, которых сажают перед пианино, мы точно не знаем, были ли это российские солдаты, или это были сирийцы, но они стреляли в белый свет как копеечку по трем направлениями, залпами, когда израильтяне уже не только улетели оттуда, они уже приземлились на израильских аэродромах, и стояния здесь, как вы понимаете, небольшие, ну и, грубо говоря, уже сидели дома и ужинали. А дальше начинается чистая уже геополитика или политика, если хотите. В российском генштабе и в МИДе, как мы понимаем, еще полным-полно динозавров, таких вот, рудиментов советского режима. Для них Израиль это сионистский агрессор. И тут, конечно, такая удобная ситуация, и, конечно же, вот они такие предатели и негодяи, прикрылись нашим самолетом, и за спины его стреляли, ну и сирийцы, бедняги, куда же им было деваться, они, конечно, стрельнули, подбили наш самолет, но виноваты это израильтяне. И, конечно, все это слили в эфир и началась в социальных сетях и на российских каналах просто массовая истерия, такой хэппининг антисемитизма. Но Израиль тут немножко охладил ситуацию, сказал, все ходы записаны, как я уже говорил. Давайте посмотрим, что происходит. И здесь мы видим поведение российского лидера Путина. Путин и вменяемая часть его окружения, они совершенно не заинтересованы втягивать Израиль в сирийскую войну, потому что они прекрасно понимают, что если в итоге Израилю придется для того, чтобы подавлять иранские позиции, а Иран для Израиля опасность, и об этом надо не уговорить, то Асад нас не интересует. И с вами у нас тоже отличное отношение, но иранцы нам угрожают. Мы доверять просто вашим словам положитесь на вас, мы не можем. Если иранцы будут появляться в нашей окрестности, это окрестность на тысячи километров вокруг нашей границы, мы их будем давить и уничтожать всеми силами, которые у нас есть. И кто нам будет мешать и попадет под раздачу, ну извиняйте. И в общем-то те, кто знают историю, знают, что Израилю дважды приходилось справляться с российским, непосредственно как бы не с российским, конечно, с советскими военными. Первый раз это было в 72-м году, июль, операция «Ремонт-20», когда во время войны на истощение российский, опять же, советский контингент военный находился в Египте, и израильские летчики столкнулись в небе непосредственно с советскими летчиками. Этот бой, продолжавшийся, по-моему, полторы минуты или четыре минуты, закончился со счетом 5-0. Пять советских самолетов было уничтожено, израильтяне не понесли потерь, и, в общем, это привело к окончанию войны на истощение, потому что Советский Союз больше не хотел такого позора. Ну, а 10 лет спустя была еще одна операция, операция «Медведка-19». Уже это была война, Первая Ливанская война, 82-й год, тоже лето, и в один момент в ходе подготовленной операции Израиль просто уничтожил все сирийское ПВО, которое они притащили в Ливан. То есть мы тогда решали проблему с Ливаном, в Ливане стояли сирийские войска, и там было ПВО, которое, в общем, тоже было советское, оно нам мешало, и мы его за один раз уничтожили. И, в общем, совершенно понятно, что если Израилю придется подавить советские системы, все эти С-200, С-300, из-400, не зная, что они там туда притащили, то найдутся возможности, это все будет уничтожено. И Россия с этого получит только сплошной позор, потому что так она сегодня может говорить, что ее оружие замечательное, и предлагать его купить разным странам Третьего мира, после того, как страны посмотрят, что делали с этим оружием израильтяне, покупателей реально станет меньше. И, опять же, как бы, даже если сказать, что Израиль посмеет ли Израиль нанести удар по России, в принципе, нет. Но когда нужно спасать себя, а иранцы, это именно угроза для Израиля достаточно серьезная, чтобы уничтожить все, кто будет мешать нам уничтожать иранцев. Тем более, что сегодня Израиль четко понимает, что белый дом за нами, Америка нас в обиду не даст, а значит, и Россия это тоже хорошо понимает. Начинать Третью мировую войну из-за иранских каких-то провокаций не хочет никто. И поэтому Россия, по крайней мере, Путин, совершенно не заинтересован, чтобы вот такой сценарий эскалации развивался. Поэтому для него проще игнорировать израильские налеты на иранские позиции, пока его, и тем более его интересам Израиль не мешает. Ну и опять же напомню, иранцы ему соперники, а не друзья. В принципе, более того, то есть есть не только нежелание воевать, но есть и желание сотрудничать, потому что, вот, например, сейчас де-факто Израиль и Россия граничат на голландских высотах. С одной стороны израильские позиции, наши пограничники, наши войска, с другой стороны сегодня на юге Сирии, то есть на северной границе Израиля, с той стороны находится российская военная полиция. Это была часть того же соглашения между Натаниалом и Путиным. Когда Россия стала подчищать оставленные Асаду куски Сирии, то Израиль сказал, что он не хочет видеть на своей границе ни иранцев, ни Хизбалу, и даже и Асада тоже не хочет видеть, потому что на Асада никакой надежды нет. Он человек ненадежный, и сначала придут его солдаты, потом там появится Хизбалла, и нам эти проблемы не нужны. Поэтому мы туда их не пустим. Тогда Россия сказала, давайте мы туда придем, и наша военная полиция там будет защищать границу с сирийской стороны. Израиль сказал, хорошо, не вопрос, вы приходите, вы несете ответственность за эту границу, на вас мы положиться можем, вы люди вменяемые, с вами мы договорились, все хорошо. И вот теперь сегодня фактически южная Сирия или северная граница Израиля, она подконтролируется российскими войсками напрямую, это очень устраивает Израиль. И в принципе, конечно, с точки зрения России, выгоды от пребывания России в Сирии мне не очень понятны, потому что, по сути дела, это такая трясина, которая выкачивает из России огромное количество денег. А дивиденд, условный дивиденд, вот эти позиции военно-морская база, военно-воздушные базы на Восточном Средиземном море, это конечно хорошо, но это обходится уже очень дорого. Дело в том, что раньше Россия говорила так, мы сейчас повоюем в Сирии, покажем, какое у нас классное оружие, и все сразу захотят его купить. Но как вышло? Вышло так, Иран лег под санкции, ему сейчас не до новых закупок каких-то дорогих систем, ему бы удержать то, что есть. В Турции тоже мы видели, как лира ушла в пике, не вернулась оттуда, и поэтому Турция может хорохориться и говорить о том, что она там что-то купит у России на зло Америке, но, в общем, во-первых, не факт, что посмеет, во-вторых, даже если посмело бы, денег у них нет. Ну и арабы, у них две проблемы. Первое, нефтяные сложности, нефть стала дешевой, то есть не такой, может, дешевой, как еще год назад, но уже не такой дорогой, как была 4-5 лет назад, и у них едва-едва хватает сводить концы с концами. Ну и внутренние войны непрерывные, то есть Саудовская Аравия против Катара, эти против этих, мы об этом часто говорим в наших передачах, короче говоря, недопокупны. И таким образом у России продажа оборонного экспорта, она даже сократилась. Они-то думали, что она у них увеличится, она у них сократилась. И более того, сейчас Россия создала некоторую стабильность в Сирии, которую Израиль, например, очень устраивает. Израиль очень доволен, что, в общем, все спокойно и все под контролем России. Россия в каком-то смысле является таким вот успокаивающим фактором. То есть иранцы тоже не могут им там что-то ударить в голову, они вдруг решат начать войну. Нет, они как бы вынуждены это как-то коррелировать с Россией. Россия не заинтересована, она их немножко сдерживает и успокаивает. Но как только Россия уйдет, если она уйдет оттуда, то все эти недобитые очаги суннитов, они снова возбудятся и снова начнется все по-новому. Потому что, на самом деле, в Сирии около полутора миллионов алавитов, к которым относятся Асады и его окружения. Суннитов по меньшей мере в семь раз больше, а может быть и в десять раз больше. И они его в качестве лидера не видят совсем, от слова абсолютно. И как только их перестанут сдерживать ковровыми барбардировками российских ВВС, они снова начнут ту войну, которую как бы сейчас вроде как немножко притушили. Поэтому Россия там стоит и она, в общем, застряла, попала в такое достаточно непонятное положение. Но опять же, с точки зрения Израиля нас это даже устраивает, потому что пока Россия там, вроде как есть большая стабильность и больше вменяемости на наших северных границах. Одним словом, Путину истерия антисемитизма на его каналах, которая как бы требует некой дальнейшей эскалации и разрыва отношений с Израилем и фактически провокация, вынуждание Израиля на активные действия против российского присутствия в Сирии абсолютно не нужна. Поэтому мы видели, как он спустил эту истерию на тормозах, как день пошумели, а потом мы через постсодный день закончился, мы вышли снова посмотреть, что там происходит на российских каналах, там все поутихло. И они уже перестали говорить о том, что это была, или почти перестали говорить о том, что это была израильская вина. Говорят это тихонечко и без этих тонов, без эмоционального возбуждения. Израиль, в свою очередь, готов подыграть российскому руководству, чтобы немножко имидж им помочь сохранить для внутреннего употребления. Поэтому Израиль отправил не просто отчет поминутный, что было и как было, у нас все ходы записаны, он отправил этот отчет вместе с главой израильских ВВС, который прилетел лично в Москву, вручил этот сорокостраничный доклад, поговорил со своими коллегами российскими, то есть вроде как Израиль проявил понимание, уважение и сказал, ну ребята, ну посмотрите сами, вы же сейчас убедитесь. Ну и России только оставалось что сказать, да, мы убедились в том, что в общем вашей вины тут нет, о чем собственно Путин с самого начала сказал, потому что он понимал, что эскалация этого конфликта ему абсолютно не нужна. И выясняется, конечно, что был огромный отрыв по времени от момента, когда израильтяне улетели и до момента, когда прилетел туда российский самолет. То есть не было такого даже в принципе, что кто-то кем-то прикрывался и не могло быть, но и не было, потому что физически они были разделены по времени и по месту. И сообщил Израиль России не за 50 секунд, как они жаловались, а в соответствии с договоренностями достаточно заранее, может быть, за несколько минут, но при современных скоростях несколько минут это вот ключевое, ключевое сообщение. сообщили, отбомбили, улетели, не тронули российские позиции, все было как бы как подоговоренности. И, видимо, подводя итог, можно сказать, что скорее всего и в России заинтересованы, чтобы вся эта истерика сошла, чтобы конфронтации никакой не было и координация продолжила. Я думаю, что так оно в общем и будет. Поэтому, с одной стороны, иранцы огребли сейчас очень серьезный удар. То есть, они накопили под боком у русской базы, думая, что там они в сохранности. Теперь у них и этого тоже нет. Все зубы повыбиты, все ПВО уничтожены, и теперь эти склады тоже разгромлены. В свою очередь, Россия получила урок, и тут надо заметить, что с самого начала она не должна была подпускать к себе иранцев. То есть, у России есть базы. С какого перепуга иранцы в тени их базы что-то там ковыряются? Почему? Пусть идут к себе в другое место. Сирия большая. И то, что они согласились, что иранцы у них там под боком где-то в тени ковырялись, они, в общем, сами навлекли на себя вот эту всю грустную, позорную для них историю, которая показала, насколько их армия в общем небоеспособна, недееспособна. Как и их союзники, вот эти самые обезьяны с гранатами, они вооружили армию Асада. Армия Асада, которая 40 минут палит, отстреливая дорогие ракеты во все стороны, попадая в своих же и, разумеется, абсолютно бессмысленно, потому что излетяне издалека смотрели на все это уже приземлившись на свои аэродромы, с интересом наблюдали, как это ведет себя бессмысленно и нелепо сирийская армия. Если это были вообще сирийцы, а не российские были. Поэтому надо думать, что, скорее всего, для России самое правильное сейчас это мягко, но настойчиво объяснить иранцам, чтобы они свои игрушки, свои горшки забрали подальше от российских баз, держались подальше. То есть, если они хотят попадать под израильские удары, это их проблема. Но подставлять российскую базу под израильские удары, им совершенно как бы Россия это абсолютно не нужно. Ну и я думаю, что, в общем, в той или иной мере это и то, что и будет происходить в Сирии. Россия сейчас получила дополнительную мотивацию выдавливать Иран с территории Сирии и, по крайней мере, отгонять от своих позиций. Так что, в целом, можно сказать, что это блестящая израильская операция, которая опосредованно имела трагические последствия для российских военнослужащих, но урок, который извлекли и иранцы, и россияне, я думаю, будет очень полезен всем сторонам. Спасибо, Александр. Давайте сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся к пропорции. Открытый диалог с Александром Непомнищим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнищим. Телефон в студии 847-400-5200, на тот случай, если у вас возникнут вопросы. А теперь информация по поводу Арафата, о том, что Арафат с самого начала рассматривал Ослу, договор Ослу с Израилем, как уловку для изгнания евреев, уничтожения Израиля. Да, вы знаете, очень интересный материал, но сейчас четверть века с момента подписания соглашения Ослой, и масса материалов появилась новых, в том числе очень интересные свидетельства, как бы признания одного из ближайших сподвижников Арафата, некого Абдель Бари Атуана, это такой вот, ну, он себя называет журналист, редактор сайта арабского Рейль Алью, вот, по сути дела, будучи сподвижником Арафата, он был банальным террористом и убийцей тоже, но, возможно, не с таким количеством крови, скажем, как сам Арафат. Так вот, так или иначе, он входил в ближайшее окружение этого главаря ООП, и опубликовал материал, который был любезно переведен организацией Мемри. Мемри — это такая израильская группа, инициативная, которая мониторит арабские СМИ и выбирает оттуда те вещи, которые мейнстримные СМИ, конечно, предпочитают не упоминать и не переводить, не показывать европейцам, израильтянам, скажем, считая, что нам не нужно об этом знать, а то мы расстроимся и перестанем верить в левые идеи. Так вот, по словам вот этого самого Атуана, с самого начала Осло было для Арафата лишь выходом из политической изоляции, в которой он оказался тогда, я напомню, в 1991 году, потому что он поддержал Саддама Хусейна. В итоге все от него отвернулись. Он потерял своих союзников, Советский Союз тогда как раз рухнул, а новая Россия совершенно не была заинтересована в поддержке и финансировании этого террориста. И он видел в этом соглашении Осло шанс для возрождения своей организации, которая тогда находилась в абсолютном кризисе финансовом, политическом и прочем, и продолжение войны с Израилем. В своей статье Атуан пишет, что его беседа с Арафатом состоялась незадолго до вылета в Норвегию из Туниса. Он тогда находился в Тунисе, и он полетел в Норвегию договариваться с израильскими левыми. И Арафат сказал, что его цель посеять семена палестинского государства и заставить евреев бежать как крыс с корабля. Это бегство, сказал тогда Арафат, произойдет не при моей жизни, но при твоей. Он пожелал субъектство израильтян из Израиля как крыс корабля. Я думаю, что Атуан тоже не дождется, но в общем его этот слив, который он, может быть, даже не планировал нам это рассказать, но благодаря организации Мемри, которая все это вычитывает и переводит, мы это все узнали. По сути дела, Атуан в своих дальнейших своих воспоминаниях подтвердил, что именно Арафат стоял за второй интифадой, той интифадой, которая разразилась здесь в начале 2000-х, в нулевых годах. Он активно сотрудничал тогда и с Хамасом, и с Лизбалой, доставал оружие по всему миру. Мы об этом, в общем, даже в наших передачах мы касались этого с разных сторон. И, в общем, иными словами, что и требовалось доказать. То есть противники Осла говорили это с самого начала, что Арафат убийца и террорист. И никаким голубем мира он не стал. И хотя Лея Рабин, жена покойного, тоже покойная жена покойного Рабина, говорила, что Арафат напоминает ей ее мужа, вот ничего подобного даже близко не было. Потому что Рабин, каким бы он не был преступником политическим, конечно, он не был кровавым убийцей и террористом. А Арафат им был. Собственно, кто такой Арафат вообще? Его создали в 60-е годы в недрах КГБ. То есть взяли египетского буржуа. Он был немножко педофил, немножко марксист. Его привезли в Москву, почистили, помыли, побрили чуть-чуть, там одели, обучили диверсионному делу. И он был, на самом деле, одним из, потом просто выделился и стал наиболее видным. Это была часть плана Андропова, тогда возглавлявшего КГБ. Часть войны Советского Союза против Америки и ее союзников. Напомню, что к этому времени Советский Союз был страшно горд и доволен, как слон, потому что он сумел на Дальнем Востоке с Вьетнамом очень круто все разрулить. То есть создать сначала вот эту самую бандитскую организацию в Северном Вьетнаме, потом заключить вроде как мирный договор между Северным и Южным Вьетнамом, измотав американцев снаружи и изнутри, а потом сожрав и Южный Вьетнам тоже. Никакого, так сказать, свободного Вьетнама не осталось, остался только коммунистический Вьетнам. И эту идею они хотели повторить и на Ближнем Востоке тоже. И для этого вот они создавали, как бы из ничего создавали так называемый палестинский арабский народ, арабский народ Палестины, во главе которого должен был стать этот самый египетский египетский педофил и марксист Арафа. Ну и вокруг него еще несколько таких же вот уголовников тоже крутило. При этом все это сопровождалось переводом, например, протоколов сионских мудрецов на арабский язык и распространение активное по всему миру, потому что, в общем, нужно было создать такой нарратив, что сионизм и империализм они враги арабов и мусульман, а Советский Союз придет и поможет. Ну и, конечно, в общем, тогда же все левые европейские, американские, израильские, которые лежали под Советским Союзом, получали зарплату из советских фондов и в той или иной мере зависели от, колебались вместе с колебаниями газеты «Правда», они тоже получили разнарядку любить и обожать палестинских террористов так называемых. То есть террористами они были на самом деле, а палестинские так называемые. И, в общем, с этого момента все это и закрутилось. Потом СССР умер, но, как говорится в известном стишке, дедушка умер, а дело живет, лучше бы было наоборот. Александр, давайте попробуем принять звонок. Давай. Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Касаясь этой темы, это вообще интересная тема, вы знаете, много лет тому назад, когда, вы помните, Яхуд Барак приехал и вел переговоры с Сарафатом, и Клинтон дирижировал этим всем, и когда Яхуд Барак предложил ему фолл Иерусалима, там было 97-96% всей территории, которую он хотел, и плюс там как-то обмен был территорий и так далее. И Арафат отказался. И Клинтон, Билл Клинтон, в своих соревнованиях писал, он спросил Арафата, например, почему ты не принял это? Ну что Арафат сказал, что если я приму это, я приеду на свои территории, меня мои же и убьют. То есть, об этом уже, писалось, разговор не идет о peace with Israel, разговор идет peace by peace. То есть, там другого не было. И говорю, об этом Клинтон написал напрямую, что так оно и было. Теперь я хочу у вас вернуться к теме, которые сейчас вы курируете. Как вы комментируете выступление Кэтми? Вы знаете, мой друг очень близкий, Аликдор Эскин, он просто предатель. И то, что он выступил, и как он выступил. Но мне интересно, какое ваше мнение, потому что он подлил очень масло в огонь для этого антисемитизма, который вдруг, не вдруг, а вообще, который был сюда, в России, и вдруг возник. И мне просто интересно, ваше мнение. Я понимаю, очень часто коллеги о коллегах не говорят, но мне все-таки, потому что это было, если выразиться в английском, completely outrageous, то, что он сказал. А так, в основном, спасибо вам за программу, и я с вами согласен во всем, что вы говорите. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы знаете, по поводу Якова Кедми ни в коем случае он мне не коллега, не дай бог. То есть, с этим человеком даже, как говорится, на одном поле присесть я бы не стал. я стараюсь не использовать каких-то эмоционально заряженных фраз и терминов своей передачи, но Яков Кедми абсолютное ничтожество. Абсолютное ничтожество, и больше ничем он не является. Никакие прежние заслуги, выдуманные примерно на 90%, не могут оправдать того, как он ведет себя сегодня. Слово сказать, в общем-то, Яков Кедми и Абигдор Рескин вы их как бы упомянули вместе, и это не случайно, потому что это два человека, которые, в общем, являются израильтянами, достаточно известными, и в последние годы они активно выступают на международных каналах, в первую очередь на российских каналах, как защитники Путина и его политики. И это вызывает у очень многих людей раздражение, недоумение, непонимание, так сказать, ощущение какого-то, но есть огромная разница между Абигдором Эскиным и Яковом Кедми. Абигдор Эскин это человек, который совершенно искренне, я его тоже, я с ним знаком, пытается как бы найти общие точки между Россией и Израилем, и он большой патриот Израиля, при этом он большой патриот вот именно той России, которую предлагает Путин, на мой взгляд, это ошибочная позиция, но тем не менее он искренне считает, что вот Россия с Путиным, она идет к высотам, она идет в правильном направлении и пытается как-то это сшить и найти общие точки соприкосновения. В нынешней политике, когда Натанияу и Путин в общем договорились о всех проблемных с нашей точки зрения вопросах, то Эскин как бы чувствует себя очень комфортно, потому что действительно вроде как он в мейнстриме отношений. Что касается Кедми, то этот человек просто банально зарабатывает денег, то есть он называет себя генералом израильских спецслужб, кем он никогда не был. Он был чиновником государственной службы, которая была в каком-то смысле не она не была спецслужбой, она была как бы может быть в некотором смысле засекреченной службой, у него были секретные проекты, но во времена Кедми она даже уже не была секретной, потому что ситуация изменилась. Натив не был секретным, не занимался секретными проектами, когда Кедми ее возглавлял. И теперь он называется генералом израильских спецслужб, и от имени генерала израильских спецслужб он несет всевозможную ахинею, которая не имеет ничего, в ней нет ничего полезного для Израиля, в ней нет ничего, на мой взгляд, полезного для России. Это просто какие-то выплески ярости и грязи в соответствии с колебаниями российской пропаганды в самом худшем ее проявлении. Поэтому почему это делает свободный человек живу, который мог бы жить спокойно в Израиле, скажем, и в отличие, допустим, от каких-то подневольных российских журналистов, у которых, может быть, нет других вариантов, и они вынуждены отслужить очень, мягко скажем, проблематичному режиму. Зачем это делает Яков Кедми? Видимо, потому что он получает за это какие-то достаточно серьезные дивиденды. Так или иначе, объяснить вот это его тявканье, которое часто позорит Израиль, потому что он как бы произносит от имени израильского высокопоставленного генерала, кем он, напомню, не является. Это все выглядит очень сомнительно, поскольку он это делает на русском языке, до большинства, подавляющее большинство израильтян, даже не знает о существовании Якова Кедми. Те, кто понимают русский язык, его слушают, слушая его примерно полторы минуты, просто морщатся и отворачиваются. А в России ура патриоты, которым очень важно, которые верят в любую чушь, сказанную Марией Захаровой, или Песковым, им это все очень как бальзам на душу. Но воспринимать серьезно этого человека не стоит абсолютно. И все, что он говорит, ложь. И даже, так сказать, если он когда-нибудь и скажет правду, то, как вы знаете, часы, которые стоят, тоже дважды в сутки показывают правильное время, но это не значит, что они идут. Ну вот мой ответ по поводу Якова Кедми. Давайте, примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день. С праздником мы вас поздравляем. Спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос. Вот президент США громоглосно объявил, что Иерусалим столица Израиля, и посольство он переносит туда, и Парагвай согласился, но почему-то отозвал все. Но потом он заявил, президент США, что настало время уступок, и как со стороны Израиля, так и со стороны Трэнсинцев. Вы не скажете, что он имеет в виду, говоря вот эти вот про уступки? Мы, на самом деле, в нашей передаче часто говорили о том, что стоит за планом Трампа, и я по-прежнему придерживаюсь мнения о том, что Трамп, на самом деле, прекрасно понимает, что с террористами и убийцами, которым не заинтересованы в создании никакого государства, а заинтересованы только в ликвидации Израиля, договариваться не о чем, и, в общем, там не с кем договариваться. Другое дело, что Израилю сегодня важно и выгодно наладить отношения с Саудовской Аравией и другими более-менее устойчивыми арабскими государствами, поскольку у них есть один общий и серьезный враг, это Иран. Для того, чтобы наладить Израилю отношения с Саудовской Аравией, нужно, по крайней мере, на первых порах, чтобы была видимость какого-то процесса и решения в отношении палестинских арабов. И вот эта вот видимость, она и создается разговорами о плане. Никакого реального плана, судя по всему, нет. А если даже и есть, то шансов на то, что его можно будет воплотить в реальность, нет никаких. Единственное реальное решение, которое может как бы отличное от нынешнего статуса КВО, это полное расформирование автономии сегодняшней и предоставление широких автономных полномочий отдельным арабским анклавам, крупным городам и крупным семьям, кланам арабским, которые будут иметь что-то вроде собственной автономии в рамках израильского государства. Любые другие решения приведут к тому, что Хамас или какие-нибудь иные исламские фундаменталисты типа исламского государства, например, джихадисты какие-то, они получат дополнительные клацдармы для дальнейшего ведения джихада, так, как это сегодня в Газе. Ничего другого это не принесет и в команде Трампа, я думаю, это понимают сегодня все, поэтому, когда Трамп говорит об уступках, это, в общем, больше некий разговор ради разговора для того, чтобы помочь Израилю, Саудовской Аравии начать сотрудничать в серьезных и важных региональных вопросах. Спасибо. Времени остается около 10 минут. Я хотел бы, чтобы вы еще рассказали историю про Массаду. Про Массад. Про Массад, да, восьмидесятых, то, что они сделали. Дело в том, что в ближайшее время, судя по анонсам, должен появиться новый голливудский фильм, который будет называться «Курорт для ныряльщиков на Красном море». Я не знаю, будет ли этот фильм хорош, потому что, к сожалению, Голливуды из-за политкорректности и мультикультурности перестал практически, на мой взгляд, делать хорошие фильмы. Но сама история, которая лежит в основе этого фильма, она действительно совершенно потрясающая. Это заслуживает отдельного разговора. Я не знаю, может быть, успеем ли мы сегодня все это охватить. Но в общих чертах ситуация такая. Сегодня дайвинг в Судане, это, в общем, известно. Дайвинг-курорты на Красном море в Судане — это курорты, которые посещают очень многие люди. К сожалению, не израильтяне, потому что у Израиля с Суданом нет дипломатических отношений. Но вот мои российские знакомые, например, там бывали и не раз. Но мало кто знает, что у истоков создания, по сути дела, туристической отрасли дайвинга, то есть дайвинга как туристической отрасли в Судане стоял никто иной, как Моссад, израильская спецслужба, разведка Моссад в начале 80-х годов. И, по сути дела, первый дайвинг-курорт в Судане был создан Моссадом. И он даже приносил доход и пользовался бешеным успехом. Пока однажды туристы, которые там были, европейцы и арабы, а также вот тот обслуживающий персонал, набранный из местных, не проснулся в один прекрасный день, ну или не прекрасный, совсем обнаружил, что руководства этой базы просто нет, никого, в один день не стало. Надо сказать, что клиенты потом забегают вперед, скажем, клиенты получили потом компенсацию и, в общем, они остались довольны. Ну, теперь немножко попробуем все по порядку. В общем, действительно, это был в начале 80-х совершенно великолепный курорт, до которого трудно было добраться, потому что инфраструктура в Судане и сегодня достаточно сомнительные, но те, которые уже добирались до этого курорта на Красном море в северной части Судана получали высочайший комфорт, качество, услуг, еду и замечательный дайвинг с инструкторами. И великолепные брошюры, яркие рекламные по всей Европе, распространяла их швейцарская фирма туристическая, все туристы были в восторге, это место пользовалось огромным успехом и у европейцев, и у арабских дипломатов, у египетских военных, был даже комический момент, британский спецназ был заброшен в Судан, чтобы они там как бы выживали в тяжелых условиях, но эти хитрые британцы, они пришлепали на этот курорт и все время, которое они должны были выживать, они прожили, заплатив деньги, чудесно прожили в комфортных условиях этого самого курорта. Так или иначе, там действительно было очень здорово, там были кораллы, рыбы, акулы, дельфины, в общем, все, что нужно ныряльщикам, и Суданское министерство туризма было в восторге, потому что они арендовали это место европейцам, европейцы сделали из него просто конфетку, и никто, никто не знал, что все это ширма, за которой стоит Моссад. Судан, напомню, вражеская для Израиля страна до сих пор, и, конечно же, официально никто не мог догадаться, никто не мог даже себе представить, что этот курорт был создан Моссадом, для чего? для одной единственной миссии, миссии по спасению эфиопских евреев. Эфиопские евреи это действительно особая группа в еврейском народе, это группа, которая считает, что они являются то ли потерянными коленами Израиля, то ли потомками царицы Савской и царя Соломона. Трудно сказать. Так или иначе, они почти 2000 лет жили в полной изоляции, не зная, что существуют другие евреи. То есть они считали, что они единственные евреи на Земле и есть. Только в XIX веке они обнаружили, что, в общем, они одиноки в этом мире. У них есть, разумеется, Тора, у них нет раввинов и нет вот этого вообще раввинистического института как такового, но есть синагоги. И сегодня они признаны раввинами Израиля частью еврейского народа, но, в общем, все это начиналось в конце 70-х годов. 77-й год в Эфиопии беспорядки, кризис, гражданская война, куча народа, миллионами бежит народ из Эфиопии в Судан, и среди них бегут евреи. И вот были там ребята, которые, в общем, видимо, лучше других ориентировались в ситуации. Они добрались как-то до Массада, до Израиля, достучались. Бегин, когдашний президент, премьер-министр, прошу прощения, Израиля, решил, что нужно спасать эфиопских евреев, потому что, да, действительно, там страшные дела происходят, люди просто гибнут, умирают от голода, холода и эпидемий. Надо спасать свои же. Но как их спасать? То есть из Эфиопии их напрямую было нельзя забрать, потому что у Эфиопии тогдашней коммунистической с Израилем не было никаких отношений. Напомню, 77-й год. Пешком люди бежали в Судан сотни километров. По дороге они там погибали. То есть примерно 14 тысяч бежало, по дороге полторы тысячи было убито, погибло, там замучено. Так или иначе, все они, конечно, скрывали свое еврейство, прятались среди других мусульманных христиан, беженцев, которые там в Судане скопились. Ну и Израиль начал потихоньку мелкими группами их оттуда выковыривать через Европу, потому что напрямую в Израиль, конечно, как они улетят. Через Европу, а потом в Израиль. Но было понятно, что там все-таки речь идет о тысячах людей, и вот такими мелкими группами по 5-6 человек ты не наездишься просто. Ну как? Сухопутного пути нет, потому что Египет тоже враг. Собственно, еще несколько лет он будет нашим врагом. Да даже и когда он стал, когда был мирный договор заключен, тоже бы это не решило проблемы. Значит, самолетами летать сложно. Решили сначала Красным морем. То есть из Израиля по Красному морю должны выходить военные корабли, добираться куда-то до Судана и забирать оттуда беженков. Но для этого же нужна какая-то база, нужна какая-то логистика. И вот послали людей из Моссада, послали разведывать берег Судана. Нашли, о чудо, действительно, как бы все складывалось одно к другому. Нашли на побережье очень удобное место, заброшенную деревню. Это была не просто деревня, это была дайвинг-деревня. То есть ее построили за 10 лет до этого итальянцы. Но когда они ее построили, оказалось, что очень трудно и дорого ее содержать. И они ее сразу закрыли, потому что нужно и энергию, и воду, и еду завозить. Это стоило кучу денег. Они потянули этот проект, инфраструктуру создали и забросили. И, конечно же, швейцарская фирма, на которой стоял Моссад, договаривается с Министерством туризма Судана. За 320 тысяч долларов они арендуют это на три года, вкладывают деньги, набирают местных поставщиков и превращают, как я уже сказал, в процветающий курорт, который, по сути дела, функционирует для того, чтобы люди, которые как будто бы там работают, на самом деле, время от времени могли выезжать в район беженцев, в район лагерей беженцев эфиопских, выбирать оттуда группы эфиопских евреев, доставлять их после двухдневного путешествия по каким-то дорогам в обход КПП суданским к берегу моря и оттуда забирать их на лодках резиновых к израильскому военному кораблю и оттуда везти в Израиль. Это была, конечно, очень сложная с точки зрения логистики операция, но провели ее два раза. На третий раз, буквально, когда они отходили от берега, вот эти массы лодок резиновых с кучей народа, суданские солдаты случайно наткнулись, решили, что это какие-то катарабадисты, начали стрелять. Им израильтяне, которые были как будто бы инструктора по дайвингу, стали кричать прекратите, это же европейские туристы, мы их тут на ночной дайвинг вывезли. Ну, в попыхах, как-то в темноте эти суданские солдаты не разглядели, что европейскими туристами европейские туристы больше похожи на эфиопских беженцев. Так или иначе, стало понятно, что нужно это сворачивать и нужно менять проект. Решили возить самолетом. Нашли рядом, опять же, там же в суданских джунглях нашли заброшенный английский военный аэропорт который все забыли. И пару раз успели использовать его. Но тоже это было опасно, потому что крутились рядом бедуины какие-то или какие-то там люди, которые могли заметить, что какие-то самолеты прилетают, могла начаться разборка. Слишком опасно было и можно было риск шоу о сотнях людей, поэтому и это стало тоже очень опасным. И решили вообще перенести это все в дикое поле. То есть израильские самолеты прилетали буквально там неподалеку от этих лагерей беженцев. Просто садились на голое поле, которому посадочную полосу создавали с помощью маленьких инфракрасных светильников крошечных, которые разглядеть-то было сложно. То есть пилоты вспоминают сегодня, что по сравнению с этими операциями полет в НТБ в 76-м году это просто была сказка, это был детский лепет, это было детское мероприятие. И вот так было совершено порядка 17 полетов. А потом в Судане самом начался голод и кризис. Стало понятно, что нужно этих самых эфиопских евреев спасать срочно и много. И благодаря помощи США, конкретно Буша, старшего, который был тогда, видимо, вице-президентом в 1984 год, надо проверить, он занимал тогда высокую должность, он надавил на суданского диктатора Немери, который сказал, ладно, ладно, пусть только очень тихо, пусть летают израильские самолеты прямо из Хартума, из столицы, забирают, кого они хотят забрать, только чтобы никто ничего не вякнул, потому что это же мне будет страшный позор, если арабы узнают, что я тут со сионистами договорился. И, конечно же, кто-то из добродушных американских евреев, который ужасно хотел похвастаться, какое великое дело совершается, он тут же где-то проболтался, и начался страшный скандал. Немери тут же все это прекратил, отказался от всего, сказал, вот какой-то сионистский заговор, я ничего не знаю. Вот, а потом случился переворот, его скинули, и новые власти занялись серьезно поисками сионистского заговора, и в этот момент, сразу же на следующий день после заговора стало ясно, что нужно сворачивать этот лагерь, и вот в одну ночь все руководство лагеря исчезло, остались одни туристы и служебный персонал, ну, а дальше мы знаем, уже была другая история, и в итоге тысячи эфиопских были вывезены. Как-нибудь в другой раз об этом поговорим. Спасибо, Александр, спасибо большое, до встречи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok